Друзья, всем привет! Занялся продлением разрешения на оружие. Возможно, еще пока не решил, буду приобретать еще одну единицу. Вот перечень документов, которые мне дали в разрешительной. Расскажу, что и как, какую последовательность действий выполнял я. Значит, бланк заявления. Бланки заявлений я брал прямо в отделении. И еще сразу же на всякий случай брал бланк заявления на получение лицензии на приобретение. Копии паспорта, копии охотничьего билета, копии разрешения. Здесь, я думаю, все ясно и понятно. Единственное, как в моем случае, если у меня две единицы, то весь этот перечень необходимо на каждую единицу. Но кроме таких пунктов, которые как медицинская справка. И, кстати, о справке. Выглядит она вот таким образом. Справку получал в своей поликлинике в кабинете платных услуг. Там же было мне дано направление. Вот такой бегунок. Всего врачей четверо надо было пройти. В медзаключение от нарколога и от психиатра тоже получал там. Обошлось все примерно где-то... Ну, в 2000 я вписался, 1800. Просто там суммы такие непонятные везде были. И времени ушло примерно полдня у меня на проход всех врачей. Но, итог, это должна быть вот такая справка. Кстати, срок годности этой справки я спросил один год. Просто смотрел в интернете, некоторые говорят полгода, некоторые говорят пять лет, некоторые три. Один год. Поэтому медзаключение тоже ставлю себе галочку. Фотографии. Зашел в первую попавшуюся студию. Здесь написано три фото, но на стенде я видел информацию, что необходимо два фото, три на четыре. Шесть фотографий, три на четыре. Обошлись мне в 200 рублей. Далее интересная вещь. Скрашиватель нужно. И конверт. Два конверта с маркой. Два скрашивателя, два конверта с маркой. Я помню, предыдущие года я приносил, и они были не нужны. То ли это для травматов, то ли для чего-то. Или как раз-таки, когда приобретаешь единицу очередную, пока что забиваю на этот пункт. Пункт квитанция. Я буду заходить на госуслуги, регистрироваться там, записываться точнее. Потому что госуслуги позволяют приобрести 30% скидку. Поэтому реквизиты я не брал, и оплачивать буду онлайн. Пока не отмечаю. Обратился к участковому для получения вот такого акта проверки условий хранения оружия. Также он дает своего рода такую справку, характеристику, либо рапорт от участкового. В ней говорится в целом о том, что вы не нарушаете закон, и ведете себя вполне себе прилично. Поэтому эти пунктики также отмечаю. Если вы впервые получаете лицензию на приобретение оружия, то необходимо пройти специальное обучение и принести справку о том, что вы прошли обучение по правилам обращения с оружием. Если оружие у вас уже есть в наличии, то вы это подтверждаете своими разрешениями. И повторно такое обучение проходить не надо. Единственное, что мне сказали, если вы берете травмат, то тогда это необходимо. И само оружие. Это уже когда пребываете в назначенный день, в разрешительную, либо в выбранный вами день по живой очереди, берете с собой оружие. То есть все практически у меня готово. Осталось записаться на госуслугах и оплатить квитанции. Мною были сформированы заявления на портале госуслуг. И сегодня был звонок из ЛРС. Пообщался с сотрудником. Он мне все разъяснил. Вопросы задал, я на них ответил. Конкретно сказал, в какое время прийти. То есть уже записываться не надо. Меня записали. И направили квитанции для оплаты. Значит у меня по 350 рублей были оплаты за продление. И 1400 это на лицензию, на покупку еще одной единицы. И вот мы можем видеть. То есть у меня было сформировано заявление. Потом ответы и так далее. Так, все, стволы показал. Сейчас иду с ними по улице. Соответственные бумаги тоже все заполнили. У меня остался только на руках корешок о том, что приняли заявление. И недели три надо ждать. Потом на госуслугах появится уведомление о готовности моих документов. После появления вот этого уведомления, еще через один рабочий день, через один приемный день, точнее, вторник-чверх только принимают разрешительное. Вот через один день можно уже обращаться, забирать. Записываться не надо. Забрать документы, отдельная очередь. Отдельная девочка сидит. И это все очень быстро. Она выдает. Так, время, время, сколько у меня заняло. Значит, две единицы продления и одно разрешение, одна лицензия дополнительно. Примерно без 20. 12 я зашел. Сейчас время 12.24. Ну, пока еще шел 4 минуты. То есть, ориентировочно 40 минут. Ура, ура! Можете меня поздравить. Я продлился. У меня есть теперь зеленка. И до 12 сентября у меня, в общем-то, получается полгода она действует. Есть право выбора приобрести еще одну единицу. Итак, мной была выбрана единица. Была приобретена, привезена. Самое главное, что с момента покупки у вас срок 2 недели. За эти 2 недели надо очень хорошо вписаться, чтобы не попасть под очень нехорошие санкции. Идем еще раз на госуслуги и заявление составляем на получение разрешения на хранение и ношение гнистерина. Ну, найдете вот эту вот формулировочку там. Придется оплатить еще 350 рублей. Эта уже цена со скидкой. После того, когда платеж будет проведен и заявление будет рассмотрено, со мной связались опять представители ЛРО. И мы договорились на какой приемный день и в какое время. Это все случилось сегодня. Я сходил, отдал все документы. Значит, надо было еще копию паспорта. Хотя вроде бы подавал, но затребовали еще. Ну, сделали там уже на месте. И сказали ждать. То есть сейчас пока ждем, когда появится. Так, вот и все. Завершилась эпопея. Получил я разрешение. Все нормально. Все прекрасно.